подруги привет и добро пожаловать на мой канал в царстве государстве раннее утро 6 часов утра и мой крошек проснулся на первую свою бутылочку мы будем завтракать пока в доме тишина и никто не кричит я быстренько быстренько подогрею ему грудное молоко у меня здесь разморожены два пакетика и отправлюсь покормить маленького крикуна которая действительно пока молчит но я смотрю в мониторе уже там шебуршит по своей кроватке ну а вы сегодня день пройдете вместе с нами потому что у нас а сегодня видео серий день из жизни молодой мамы поэтому сейчас отправляюсь к малышу а мы с вами увидимся чуть чуть позже когда на улице станет немного светлее ну а до этого мы конечно же еще попытаемся немного поспать я в последнее время набралась наглости несмотря на то что малыш спит всю ночь 6 вечера до 6 утра после первого кормления я его так тихонечко-тихонечко с поцелуйчиками обнимашечками кладу еще раз в кроватку надеюсь что все-таки малыш поспит а то уже бодрствовать и заниматься делами в такой теме уж совсем совсем не хочется полоной как правило срабатывает и малыш еще часик а иногда и часик с половиной спит и дает маме в том числе также еще поспать надеюсь что и сегодня мы поспим хотя бы немного еще до того как на улице станет светлее и увидимся с вами уже тогда кроссик чего ты расплакался маленький привет темно ничего не видно короче нас не видно видно только черепашку сейчас у нас когда ранее ранее утро и я не планирую еще малыша поднимать потому как последнее время знаю что мы еще можем чуть-чуть поспать я включаю черепашку ее хватает ровно для того чтобы видеть где мой малыш чтобы поменять подгузник чтобы он поел да малыш чтобы мы еще могли чуть-чуть только с дружкой полежать и пообщаться пообниматься и тогда мы отправляемся еще досыпать парочку часов ну или как минимум час вот классная штука я уже рассказывала в в понедельник о том что мы на ночь одеваем малышу подгузники трусики размера xl который естественно ему велик общей сложности но в силу того что мы спим всю ночь то это лучший вариант для того чтобы держать все содержимое внутри м размер нас уже не держит малыш просыпается в лужице ну и собственно наш обычный такой ритуал переодеваний ранним утром когда у нас завтрак я переодеваю подгузник малыш сам держит свою бутылочку и мирно себе ест да моя крысенька проснулся мой мальчик ух ты позже мой тигренок все этот вздох означает что тигренок доволен жизнью да моя крысенька ты еще немножко доволен так все подгузник свежий на попе сейчас дойдем и увидимся уже когда посветлеет доброе утро любимый доброе утро мальчик мой ну что нам с тобой надо в душ мальчик 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 Кто помылся? Кто намылся? Крошик и мама Крошик и мама Да, Крошик и мама помылись Не, 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 это мы будем делать Ну что ж, мы оба Сходили в ванну Намылись чистые и красивые Да, Крошик? Намылись чистые и красивые Сегодня, на самом деле, впервые Я пошла вместе с ним в ванну И помыла волосы Это, конечно, был интересный экспириенс Ну, малышу было очень весело Он за этим всем делом наблюдал Да? И улыбался Потому что из душика вода лилась Умала пенка на голове, да? Смешно Давай С того момента, как я свернула пеленальный столик Мы, собственно, переодеваемся Всегда практически, наверное, у меня в кровати Да, Крош? Потому что здесь два на два Места много Сравнительно безопасно, да? И отсюда ты никуда не вернешься После ванны обычно мы пользуемся вот таким вот маслом От Мустелла Оно, в принципе, считается массажным Но для кожи малыша Оно очень круто Подходит как просто ежедневное масло Которое мы увлажняем кожу Да, малыш? Самое большое изменение в нашем утреннем туалете Это то, что мы перенесли нашу ванну С вечера на утро Держи Держи, Каша Вечером мы просто подмываемся Под краном на кухне Моем личико, ручки, ножки и попу А утром у нас уже прям ванна-ванна Начали мы все это дело Когда гуляли подолгу И не успевали домой возвращаться Таким образом, чтобы сходить в ванну Поесть и уложиться спать вовремя После шести Поэтому мы решили все это дело перенести И, собственно, работает для нас очень хорошо Да, Крош? Работает очень хорошо Но утром массаж я ему не делаю Полноценный такой массаж Я ему делаю днем Перед его гимнастикой Да? Перед гимнастикой мы массаж делаем Давай, переворачивайся, Крош Давай, переворачивайся Спинку намажем Пойдем, пойдем Уже кушать Так, по утрам у нас на кухне серьезный бардак Просто потому, что я всегда все оставляю с вечера на утро Так как мы просыпаемся рано Делать нам с тобой нечего, да? Поэтому всю уборку утром мы проводим на кухне В 9 часов обычно я малышу даю его вторую бутылочку Либо смесью, либо грудного молока И после его второго завтрака мы приблизительно бодрствуем 2-3 часа Я думаю, на следующей неделе я уже сниму видеоролик о развитии малыша в 6-7 месяцев Как-то 6 месяцев я пропустила Просто потому, что никак не доходили руки до этого видео Но там я подробно расскажу о нашем режиме Каким он выглядит сейчас и как он изменился На прошлой неделе мы были на осмотре нашего педиатра В четверг нам исполнилось 7 месяцев ровно И осмотр прошел очень-очень хорошо Она сказала, что придраться не к чему Малыш здоровый, как маленький бычок И вот как раз таки мы обсуждали Вот прикорма, стул малыша, то, как он себя чувствует Набор его веса и относительно его здоровью и состоянию Каким будет наиболее лучший вариант нашего ежедневного режима питания И вот мы решили, что мы сейчас будем вводить режим 4 приема пищи То есть это завтрак, обед, полник и ужин И количество бутылочек мы будем сокращать на ровно 2 Потому что 2 приема пищи буквально за несколько недель Мы выведем на 200 мл каши утром и 200 мл овощей в обед А бутылочки он будет получать утром в 6 часов, когда просыпается И вечером перед самим сном И также через пару-тройку недель мы начнем вводить мясо Для меня это такой очень волнительный процесс Потому что кажется, что только-только мы начали с овощей И на самом деле, ну что у нас получается Уже пятая неделя прикорма А мне все кажется, что мы только-только начали И еще ежедневно я начала давать ему больше воды Со своей стандартной бутылочки Кому Тому воду он отказывается пить Почему-то ему сильно не нравится Не знаю, наверное, бутылочку он ассоциирует исключительно с едой Смесью или молоком Поэтому я даю ему воду из ложечки с мисочкой Ровно так же, как и прикорм И, кстати говоря, с удовольствием он эту водичку и пьет Я заказала два тренировочных парильника И буду приучать малыша пить из парильничков Приступлю к уборке кухни, помою посуду И буду готовить уже завтра к нам сарсом Так, крошик наш до завтрака не дотянул Мы с тобой пойдем с батюшки, да, крош? А мы с папой будем завтракать, да? Все, говори подруге, пока Увидимся позже, я пошел спать Пойдем, ну пойдем Так, у нас Что у нас? 10 часов утра И первый наш Дневной сон Так, девчонки, все порываюсь вам рассказать про наш смарт-коврик Если вы видели в предыдущих наших видео Мы пользовались ковриком Parklon, по-моему, называется Я его покупала на Help to Mama И он по типу ковриков, который для йоги 2 на метр 80, большой классный коврик Двухсторонний На одной стороне аппликация Куал На другой стороне аппликация слоников Так вот, когда я поняла, что малыш мой не собирается в ближайшем будущем ползать И мне приходится его таскать с собой по помещениям То, естественно, мне нужен был коврик, который может разбираться, собираться И путешествовать по квартире вместе с нами Иначе приходилось бы его постоянно сажать в Baby Burn Ну, что не очень хорошо И мы успешно продали наш Parklon и купили вот такой вот Маймата У него отличается структура Он сделан из синтетического войлока Очень удобный для ползания У малыша не скользят ножки и ручки по этому коврику Но я, на самом деле, не рискую его класть на этот коврик голыми ручками и голыми ножками Ну, то есть, чтобы он себе не пошарпал коленки и локти По поводу чистки Конечно же, коврик такого типа, как Parklon, намного легче чистится В случае этого коврика производитель говорит о том, что он отталкивает пыль, отталкивает грязь, отталкивает жидкость Он гипоаллерген и не собирает никакую, там, я не знаю, плесень и заразу И поэтому для малыша он идеален Но я заметила, что когда малыш срыгивает и приходится все это дело чистить Это намного сложнее, чем с ковриками типа Parklon Потому что в том случае ты просто салфеточкой протираешь, потом влажной какой-нибудь, там, я не знаю, тряпочкой А в этом случае тебе нужно под проточной водой, как минимум, с губкой и с мылом Все это дело хорошенечко натирать и мыть Вот, например, он там у меня уже только что Эх, блеванул И все это дело там размазывает А еще производитель заявляет, что его можно стирать в стиральной машинке Он не деформируется Ну, я пока что не рискую Сильно он мне нравится Я не рискую испортить даже один элемент Поэтому мою вручную, просто на батарее сушу мокрую деталь А если авария срыгивания случилась где-то посередине Вот как сегодня, например, на вот том сером элементе рядом с рэмом То я просто изымаю грязный и с краешку беру чистый И заменяю его в том месте, откуда мне нужно достать элемент и его помыть А во всем остальном, в принципе, я прохожусь по нему пылесосом И, в общем, он в таком чистом красивом состоянии у меня и стоит Конечно, со временем употребления я понимаю, что Ну, даже при вот такой легкой сборке-разборке Ну, блин, не получается мне действительно его там разбирать постоянно туда-обратно Я просто половину элементов я отправила в детскую Половину элементов я держу здесь У меня в общей сложности 40 элементов Это две упаковки я заказала Но это надо проверить Продается он в интернет-магазине Lapsi и на самом MyMata Я все-таки планирую заказать еще две Просто потому что я понимаю, что, окей, он разбирать и собирать это здорово То есть почистить нужный элемент можно, когда это необходимо Но таскать его я все-таки, все-таки не буду Здесь плюс заключается в том, что ты можешь его организовать таким образом Чтобы он обходил, например, предметы интерьера, мебели и так далее И он очень классно вписывается в любое помещение и в любое пространство Когда он начнет ползать, мне кажется, этот коврик обретет какую-то новую историю Потому что можно будет его, не знаю, составлять там дорожками Как-то прокладывать маршрут для малыша по квартире И он сможет по этим дорожкам, собственно, ползать И с точки зрения интерьера мне он очень нравится Потому что я могу играться с ним, как захочу Вот, например, сейчас у меня для кухни здесь серо-бежево-черный Закажу еще два комплекта И получится, что я могу сделать, например, коврик из двух цветов в одном помещении Все остальное отправить в другое Ну или по настроению, как захочется Да и малыш, когда вырастет, он сможет тоже его собирать и разбирать Мы им пользуемся, не знаю, уже там недели, мне кажется, две-три Но мелкому интересному Все время разглядывает эти фигурки Ручками по ним шуршит И, в общем, пока интерес он в нем не теряет Ну вот, в общем и целом, такой классный коврик Мы им очень-очень довольны Не жалею, что продала свой большой И, в принципе, уже когда малыш подрастет И появится уже второй, и тот подрастет Тогда перманентно этот коврик будет постелен уже в их детской комнате Разъехал на работу Крошенька моя Вот тут сладенько спит А я могу посидеть, отдохнуть и подумать, что же мне делать дальше А дальше у нас сегодня куча-куча дел Первым делом сейчас я сделаю малышу прикорм Потом я вытащу, на самом деле, из нашей спальни в детскую кроватку малыша Для того, чтобы мы с вами вместе установили наши бортики Если помните, на прошлой неделе я их показывала в видеоролике наших мастер-кэм А вытащу кроватку в детскую просто потому, что, блин, я уже говорила, что в Санкт-Петербурге темень жуткая Я уже, на самом деле, позабыла, как в прошлом году в это время я писала в видеоролике И вспомнила, что действительно, у меня же тут все время шпарили прожекторы и освещение Которые успешно уехали к мужу на работу И поэтому сейчас мне приходится обходиться только нашим обычным освещением в квартире Жутко темно Эх, терпим качество видео, естественно, в эти темные дни Но ничего не поделать Значит, я притащу кроватку в детскую комнату Там немного посветлее И мы установим с вами бортики Что еще? Еще мне нужно, кстати, заказать продукты Я, наверное, сейчас этим и завалю, пока тут сижу Пока я не начинаю готовить нашу прикорм Так, мы с крошиком переехали в детскую Ам-ам-ам С криком и ором Мы, наконец-то, добрались до еды У нас сейчас котикам обед И мы решили сегодня поесть кабачок Так как у нас последняя порция кабачка осталась То я решила не готовить сегодня тыкву А покормить малыша кабачком Давай Ам Куда ты меня ногой пинаешь? Не пинаю маму ногой Ну перестань Короче, позвонили мне из Озона И опять отменили доставку Черт подери Что у них там происходит, непонятно Не привезут они мне сегодня мои поильники Так что придется нам справляться нашими ложечками Я уже вот сейчас перед едой минут за 15 попоила малыша Из ложечки водички Перестань, перестань Он выпил приблизительно 30 миллилитров Уже, кстати, очень хорошо Но сегодня я планирую за день ему дать где-то 120 Я отмерила Но будем стараться выпить это количество водички Так, тихо-тихо Перестань, перестань Что-то ты у меня уже тут это Завелся Так, нам привезли продукты Ура! Что-то нам сегодня, да, привезли Так Ну, короче, смотри Сколько у нас с тобой тут еды Сегодня вечером буду готовить грибочки Потом буду готовить куриное филе Запеку в своей духовке А предварительно я замарину эту курицу соусом болонезе Оливковым маслом, перцем, солью И, в общем, оставлю на несколько часов А потом все это вместе с грибами запеку Короче, мои рецепты Смешай все, что обычно нормальные люди не смешивают И когда ты пытаешься скинуть лишний вес Кстати, по-моему, это очень-очень крутой перекус Потому что, во-первых, он вкусный Во-вторых, свеженький И прям то, что надо Если хочется пить И хочется что-то очень вкусного И плюс ко всему Он такой замарок Вот прям замучаешься, пока его съешь И это обеспечивает то, что ты будешь жевать этот фрукт Ну, не знаю, полчаса точно Поэтому мы, в общем-то, своего внутреннего зверя Который вечно голодный Тихонирим как раз-таки при помощи помыла Так, ну что ж Мы, наконец-то, готовы приступить К инсталляции наших бортиков Значит, про бортики эти я вам рассказывала Это бортики компании LUM Очень красивые вот такие вязаные бортики цвета крем Пришли они вот в этой замечательной сумке Компания поменяла недавно свою упаковку На более дружелюбную для нашей планеты Чистую, экологическую Ну и, в принципе, также и практическую Потому что вот в этом очень круто можно хранить Не только сами бортики А, в принципе, также и детские вещи, игрушки и так далее Ну а нам, людям, которые постоянно путешествуют И мы то в Петербурге, то в Риге Эта сумка, естественно, также нам пригодится Ну да ладно, давайте к бортикам Наконец-то я столько ждала Чтобы записать с вами вместе этот выпуск И установить эти бортики И, наконец-то, на них посмотреть Так, здесь у нас что имеется? Значит, один край, это, я так понимаю, на 60 Так, это на 60 Второй край на 60 Ровно такой же Какая красивая пряжа И вязка безумно-безумно красивая, нежная Для малыша просто невероятно красивая Так, и также тогда получается два длинных бортика У нас по метр двадцать Так как кроватка у меня метр двадцать на шестьдесят То это, собственно, наш размер Конечно же, перед тем, как покупать Я уточнила состав пряжи Здесь 70 на 30 процентов хлопок и пан Очень-очень натуральная Гипоаллергенная пряжа Идеально подходит для малыша Также внутри наполнитель Он сертифицирован для малышей Он не впитывает влагу В нем не заводятся клещи Он не притягивает и не задерживает пыль И сам наполнитель внутри Он укладывается слоями Причем спиралевидным образом И когда малыш будет эту штуку мять Или если я буду ее стирать в стиральной машинке То форму эти бортики не потеряют И также меня очень интересовало Что происходит вот с этими веревочками из замши За которые крепится бортик к рейкам кроватки Менеджеры компании меня убеждали Что они не должны оторваться До трех лет точно у малыша Ну не хватит сил, чтобы их отодрать И даже если он будет сильно дергать за эти бортики А все потому, что специальным образом И специальной строчкой это все дело пришито Ну я, конечно же, не мастер И не профессионал в вопросе строчек Но вижу, что действительно пришито Будь здоров, поэтому будем надеяться Что это дело все не оторвется Так, насколько я понимаю Значит, бортики эти не раскрываются Не открываются никаким образом Получается, что стирать это все дело Нужно будет вместе с пряжей Давайте за дело И устанавливать их в нашу кроватку Да, Крош? Тебе уже как раз спать пора Вот и протестируем Как малыш будет спать с этими бортиками Что касается нашей кроватки Кроватку я покупала на акушерстве Компанию-производителя, к сожалению, не помню Как вы видите, здесь у нас уже есть бортик И об этом бортике, на самом деле, я уже рассказывала Этот бортик я покупала в Икеа И сильно им недовольна Просто потому что вот так вот малыш Очень просто его стягивает вниз Крепление здесь вообще никакущее И, в принципе, этот бортик не выполняет свою функцию Никоим образом И малыш спокойно просовывает сюда ручки и ножки Единственное, что сдерживает ножки моего малыша Это наш спальный мешок Но, а помимо этого, в принципе, это все дело Как тряпочка туда-сюда и ходит Поэтому мы сейчас будем это все дело снимать Единственное классное, конечно, что в Икеа есть Так это сама система крепления И бортиков, и подзоров Подзор, кстати, эту юбочку под кроватку Я также покупала в Икеа Все это вот таким вот образом Одевается просто-напросто на матрас Либо в случае подзора вот так вот на кроватку Ну вот такая вот красота у нас получилась И вот внутри Конечно, самый важный момент, который меня интересовал Это безопасность малыша И ответ компании был, что эти бортики специально производятся в форме полусферы Таким образом, что если ребеночек уткнется носиком в этот бортик Ну, например, он повернется на бочок То всегда либо носик, либо ротик останется свободным В общем и в целом это, конечно, невозможная красота И, конечно же, это все решает наши вопросы по поводу просовывания ручек между реек Потому что сейчас кроха уже ничегошеньки никуда не просунет Ладно, давайте помещать малыша в кроватку Ему уже действительно пора спать Так, крошик уже в кроватке Очень хочет спать Сильно капризничает Поэтому я выключаю свет И отправляюсь за ним наблюдать в монитор Иначе у нас тут будет уже истерика Так, ну что же Камеру пока установила как смогла Вот, крошик в кроватке Ну, фокусируйся Не знаю, видно или нет В общем, крошик в кроватке пока еще там лежит Еще не собрался переворачиваться Но вроде бы как уже готов ко сну Но спальное место, на самом деле, оно, конечно, уменьшилось Но я боялась, что оно уменьшится намного больше Пока вроде бы как терпимо Я понимаю, что малышу достаточно места, чтобы свободно переворачиваться Со спины на животик и наоборот Единственное, конечно, не знаю, как у него будет получаться крутиться как пропеллеру Так как он это делает обычно Вот уже сейчас он там потихонечку пытается перевернуться Ручками трогает бортики Но они, конечно же, очень приятные на ощупь Так что Особых претензий у него, я думаю, не должно быть В любом случае Я очень надеюсь, что эти бортики будут его сдерживать А чтобы он не вертелся и не ложился перпендикулярно в кроватке А все-таки лежал так, как он лежит Ну, перевернулся на животик и все Так, ну что, перевернешься на живот? Да, перевернулся Перевернулся крошек на живот Чуя, придется зайти Опа! Слушайте, ну вот, отличный пример Если бы не было бортика, он сейчас бы обрейку бы истукнулся головушкой А нет Чуя, все-таки действительно придется мне идти эту камеру поправлять Потому что он уже сильно устал Поздновато я его положила спать Ну, что делать? Сдержки записи влога Я не смогла прикрепить камеру нормально Так, чтобы я видела его личико В разных позах Так, я сходила, поправила малышу камеру Ну вот Крушек мой Засыпает Вечером, конечно же, с Арсом вместе Попытаемся эту камеру прицепить так, чтобы всю кроватку была видно Ну все Миссия выполнена Котенок спит Сладкий мой Крушек Сейчас, малыш, открою окошко Подожди, любимый Сейчас, малыш, мама откроет окошко Крушек, ты чего там делаешь? Маленький мой Это, чтобы вы понимали, день Санкт-Петербурга Четыре часа дня Крушек Привет, любимый Глазки свечи Тебе привет, мой сладкий Ну привет, малютка Как ты тут спал? Уютно? На облачке тебе уютно? Скажи, уютно, только ничего не видно Да, скажи, ничегошеньки не видно Давай Снимаем твою пеленочку Пора нам с тобой кутить Пора с тобой кутить Кстати говоря, во благо видео Перекатила я кроватку в его комнату И как-то я так посмотрела и подумала Что, наверное, мы ее все-таки здесь и оставим Пару ночей посплю я с ним здесь На диванчике Но в целом Мне кажется, он очень даже готов К тому, чтобы спать самостоятельно в своей комнате Да, малыш? Смотри, какая у тебя кроватка красивая Смотри, как красивая Ух ты! Класс, да, котенок? Крочек мой проснулся? Крочек проснулся Хух Спал прекрасно Со своими бортиками Перевернулся на животик Да, и спал себе Никаких инцидентов у нас еще не произошло Так как мы с котенком еще немного сопливим То мы, конечно же, дозируем наше гуляние на улице И сегодня мы остались дома Да? Сегодня будем делать массаж И займемся немного гимнастикой на фитболе Когда у нас нет специального курса массажа Или занятий у специалистов То мы массажи наши И занятия на фитболе Производим дома сами При помощи домашнего массажа Самостоятельного Я на самом деле не пытаюсь произвести Никакой лечебный эффект И сильно там ничего не массирую Потому как я не профессионал Моя цель при помощи домашнего Вот такого самостоятельного массажа Во-первых, подготовить кожу малыша Вот такими вот очень легкими поглаживаниями По всей поверхности Потом, после того, как я прохожусь по всей кожице И ее поглаживаю Я начинаю ее сильнее растирать А растирать для того, чтобы ее согреть Да? Сначала мы гладим, подготавливаем тебя А потом мы растираем и согреваем Вот такими вот круговыми движениями можно это делать Просто для того, чтобы кожица согрелась И опять же подготовить ее уже к массажу мягких тканей Все очень-очень легко Да? Все очень-очень легко Вот как получается на самом деле Каждую часть тела Вот что он мне позволяет делать То я и делаю Очень-очень легко И когда я вижу, что кожица уже становится такой розовенькой Тогда я понимаю, что кровушка уже приливает И малыш готов к тому, чтобы мама его помассировала Ну и, собственно, сам массаж мягких тканей Он делается с целью, чтобы улучшить метаболизм мышц малыша Что будет помогать ему укрепляться И готовить его к тому, что он поползет Начнет присаживаться И начнет потом уже ходить Это, в общем-то, цель нашего такого домашнего массажа Другой терапевтической цели у меня абсолютно нет никакой И также мы массируем пяточки в том числе Отдельно каждый пальчик я массирую Если, конечно, товарищ мне позволяет Пройтись по всем пальчикам Сегодня у нас, на самом деле, во благо видео Такой будет ускоренный вариант Но, в целом, наш массаж Вот такое вот занятие на фитболе Занимает около часа ежедневно И когда я массирую мягкие ткани Я просто их легонечко проминаю Не прохожусь по суставам Все суставчики обхожу И, конечно же, мы переворачиваем малыша на спинку И на спине я проделываю ровно то же самое Да! Если малыш в хорошем настроении Если он мне позволяет То я при помощи таких вот легких потряхивающих движений Расслабляю его конечности, его суставчики И мы делаем буквально несколько упражнений на каждый сустав Если это бедрышки То мы делаем круговые движения ножками В стороны Да Раз, два Два, это всего лишь два Давай, котенок! Если малыш противится и не позволяет То я перехожу на вторую ножку И пытаюсь как-то его уговорить Но вот сегодня он какой-то сильно крикливый Поэтому он мне не позволяет особо заниматься И проделывать полную амплитуду наших обычных упражнений Каждое упражнение я делаю буквально по 7-6 раз Не больше Так, молодец Молодец, давай второй раз Ну Ну Ну, ты хочешь? Давай поаплодируем ножками Раз, два, три, четыре, пять 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 Давай, постучи ножками Раз, два, три, четыре, пять 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 Да, подготовим ножки Давай я велосипедик сделаю Ну, давай Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, девять, десять Молодец Молодец Раз, два, три Четыре Пять И шесть И семь Ура Раз, два, три Четыре Пять И шесть И семь Ура Молодец Молодец Давай до лобика достанешь И поцелючек И поцелючек Ну-ка, ручки давай Давай, давай, ручки Куда ты у меня их вытягиваешь Давай походим ножками Так, и ручками Давай Будем тренироваться Как у нас ножки и ручки с тобой ощущают Давай, вот так вот Раз, два, три Четыре Опять И шесть И семь И восемь Вторую давай И раз И два И три Ну-ну-ну-ну Кучу-качу-качу Так Давай, перерыв Давай И раз И два И три И четыре И пять И шесть И семь Вторую И раз И два Ну-ка, ну-ка, ну-ка Давай, не плачь Давай, позанимаемся И три И четыре И пять И 6, и 7 Давай ручками доставай Чука-чука-чука-чука-чука Ну, ручками доставай Опа, котеночек Молодец Молодец, мой сладкий Давай-давай Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ Опа Тыдыщ, тыдыщ, тыдыщ Раз, два, три Опа, раз, два, три Раз, два, три И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, давай-давай тянись за игрушкой, давай-давай тянись за игрушкой, и восемь, и девять, и десять, и раз, и два. В общем, что касается гимнастики и массажа, если вам интересно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и тогда я сниму отдельный выпуск, где покажу весь комплекс наших упражнений, и все, что мы с малышом ежедневно делаем, как раз-таки вот на этом фитболе, и какие еще упражнения я делаю для того, чтобы подготовить его как раз к этой гимнастике. Давай, ручками, давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, бух, 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 б 7, присаживаемся 1, 2 и на бочок 1, и на бочок 1, и на бочок 1, и на бочок 1, и на бочок так, мы пьем водичку Голосе давай давай молодец, заглотай давай потихонечку не выплевывай Грош, давай давай пьем водичку так, у нас осталось еще часик бодрствовать и все, 6 часов и мы уходим на ночной сон как-то спонтанно мы действительно решили сегодня остаться в этой комнате кроватку я уже не потащила обратно да, вот так неожиданно мы переехали в твою комнату в комнате на самом деле сильный недоремонт как и впрочем во всех остальных помещениях нашей квартиры поэтому в ближайшее время также буду публиковать видеоролики о наших преображении и обустройстве детской комнаты ну, так как малыш уже приехал то, в общем, деваться нам некуда придется заниматься вопросом главное, Марсу об этом сказать пока ты будешь тусоваться, мама будет папе готовить ужин, да? ужин я буду готовить сильно сильно простой ничего сложного значит, я беру куриное филе и режу его на кусочки ну, такие средние так и эти кусочки минимум на час оставляю мариноваться перед тем, как отправить их на 40 минут на 200 градусов в духовку а в духовку я буду их отправлять вместе с грибочками грибы-шампиньоны их я просто мою ничего с ними не делаю, не режу их кладу как раз-таки на одну противень вместе с курицей и готовлю все вместе одновременно курицу я буду мариновать в соусе баланеза он, конечно, предназначен для пасты естественно ну, а тем не менее я всегда найду способ как применить продукт неправильно папа, что ты думаешь по поводу того, что неожиданно наш сын переехал в отдельную комнату? шок-контент? шок-контент? папа, в общем, удивился сильно когда я отправила ему фотографию показалось, что кроватка стоит в отдельной комнате он заявляет, что я переехал в отдельную комнату и папа переехал а, я, кстати, нашла способ как вернуть папу в спальню я просто просто переставила мебель а не все здесь у нас все готово значит, что я делаю я добавляю соль одной рукой чтобы не заматать все чтобы не заматать все курицей так, нам также понадобится немного оливкового масла так, также я добавляю чуть-чуть обычный черный тертый перец и также добавляю чеснок добавляю чуточку оливкового масла чтобы все это дело помягче было и наш соус молонеза и самая веселая часть ну нет, можно ложкой перемешать на самом деле в принципе, обычно я мешаю руками потому что тогда ты лучше чувствуешь хорошо ли все перемешало и как-то еще массируешь мясо для того, чтобы оно лучше впитывало соус, масло оливковое и приправы так, все это дело я закрываю пленкой простите, интернет забыл и отправляю это все на час в холодильник давай, давай, давай будем кушать мама тут так, сейчас мама отметит что мы с тобой приступаем к еде да, мы с Лодки ну давай давай, тогда сначала тебе дам а потом отмечу так, давай жирома наша уберем давай, давай, любимая ну все так, сейчас мама отметит что мы с тобой начинаем есть так, мама отметила вот наше наше приложение ну, фокусируйся вот где мы с котеночком едим да, давай обычно, когда мы едим на самом деле что мы с Арсом что с малышом то, как правило мы едим в тишине и на самом деле малыша мы тоже приучаем что каждому занятию нужно уделять 100% своего внимания поэтому не включаем айпады не включаем там музыку не приучаем его к фону и даже когда я еще грудью кормила а я одевала наушники для того, чтобы у малыша не было вот этой привычки не вырабатывалась эта привычка что, когда мы едим обязательно должно что-то на фоне играть либо там музыка либо фильмы либо передачи не важно что поэтому надеюсь что таким образом мы минимизируем риск того что в какой-то момент потребуют мультики или только с айпадом есть и так далее хотя, черт знает от чего это зависит кстати, мамочки у кого детки побольше напишите как у вас с этим дела обстоят как вы приучаете малышей своих есть без отвлекающих всяких штук перерыв? хорошо, давай перерыв мама тебе ноготочки обрежет нет я сюда обрежу давай мама тебе ноготочки обрежет обрежет ну перестань пузырик мой ну перестань ну иди сюда давай мама обрежет твои ноготочки давай чтобы ногти маленькие были аккуратными чтобы мой котенок себя не царапал и маму тоже не царапал потому что ты как хапанешь мое личико так все кроша так очень-очень больно как маленькими маленькими бритвочками хапаешь меня своими ручутями да, малютка? да, мои сладки уже отросли мои ноготочки уже отросли мои маленькие ноготочки отросли давай так, давай маленький последний пальчик из четырех а там я тебе еще скажу большой мама есть иди сюда большой мальчик как за большой ты не будешь большой обрезать? конечно буду стричь я тоже большой кроша конечно будет мама и большой тоже стричь только надо чтобы ты не дергался крошечка вот так вот мое молочочочек мое молочочек да, ку-ку ку-ку покажи получилось у нас получились ну все ты у меня молодец что с ножками? ножки еще теперь к ним ножки не будем стричь тебе бы хапануть мама за волосюшки я не буду стричь че-че-че да муах погачи погачи не больны надо поместить Ну, малютка, куда ты опять у меня тут убегаешь? Давай, не убегай. Не убегай от бутылочки. Перестань, перестань, давай. Кутя, 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 все, хватит, хватит. Не хапай, не хапай. Ты что хапаешь-то? Перестань. Перестань. Давай. Ну, все, тогда у нас перерыв. Раз ты балуешься, у нас перерыв. Все, перерыв. Крошик намылся. Сейчас мы тебя протрем. В детской у нас такой маленький диванчик, тут стоит полторашечка. Родители нам на время его отдали. И так как мы уже сюда переехали с тобой, считай, да? Будем обустраиваться. Так что этот диванчик еще на пару ночей буквально оставлю. Посплю здесь с малышом. А потом выставлю на авито. И бесплатно кому-нибудь его отдадим. А если бесплатно никто не заберет, мы его просто выкинем. Да? Да, Крош? Ай, ты моя кукуша, давай. Тихо, 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 тихо. Так, давай, черепашку включи. Ну, у нас тут красиво. Сейчас покажу. Вот так вот. Это наша комната. Это наша черепашка. Ну все, мы пойдем к Крошику вложим. А потом я вернусь. Так, ну что ж, в 17.23 мы с малышом полежали. Вот буквально только-только я вышла из комнаты. Он, как и Юла, перевернулся на животик. И пытается улечься удобно для того, чтобы уснуть. Буду наблюдать, как у него там с этим дела. Ну а мой вечер пока еще не закончен. Значит, мы возвращаемся к нашей курице с грибами. Я думаю, что пора уже курочку доставать и добавлять к грибочкам. Включаю духовку. Значит, я ее включаю на жарку. Сегодня я попробую включить ее без вентилятора. Поскольку в прошлый раз этот вентилятор мне сильно надул все. Все по сторонам. Так, температуру выстраиваю 200. И время уже включу, когда лампочка погаснет. Так, ну что ж, красиво получается. Давай курицу. Смешивайся тут с грибочками нашими. И вторая порция. Ну, на самом деле, чем дольше мариновать курочку, да и в принципе, мне кажется, любое мясо, тем лучше для мяса оно и будет. Ну вот, такая вот красота. Сейчас будем отправлять все это, сами знаете куда, в духовку. Ах, я все. Мне кажется, мать закончилась. Но это мать реально закончилась. Ну вот такой вот у нас сегодня получился с крошиком день. Мне кажется, несмотря на то, что он, наверное, в общем и в целом такой неторопливый, домашний и без каких-то таких сумасшедших передвижений, тем не менее, естественно, есть моменты, которые остались за кадром. Много что я по дому еще сделала. Если показала бы все, то ролик был бы, мне кажется, реально часа два как минимум. Но, так как такими длинными видео мы делать не будем, то, собственно, сегодня показала только самое-самое главное, самое основное, чтобы вам показать, как, в общем, выглядит наш день. 18.28. Крошек уже в абсолютном отрубе. Кстати, папа приделал нам камеру повыше к стенке, чтобы я видела всю кроватку, потому что меня интересует абсолютно вся кроватка. Ну, а у меня есть время до, 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 наверное, десяти. В принципе, я стараюсь укладывать спать в 10 часов вечера, для того, чтобы на следующий день чувствовать себя плюс-минус хорошо. Уже даже не помню, что-то еще хотела сказать. Ну, так устала, что, наверное, и нечего больше говорить. Если что-нибудь вспомню, то в сторис в инстаграм свой выложу. Кстати, подписывайтесь, кто не подписан на нас в инстаграме. Наше количество подписчиков должно расти, расти, расти. Как минимум до десяти тысяч, для того, чтобы у нас открылась на инстаграме функция. В сторис свайп вверх. Я смогу очень легко и удобно для вас добавлять линк на новый выпуск. И вы сможете в одном приложении и сторис посмотреть, и на выпуск сразу попасть. Поэтому подписывайтесь на нас и в инстаграме, и на этом канале, если не подписаны. Если вам понравился наш день, ставьте лайки в комментариях. Напишите, следует ли нам в будущем также продолжать публиковать видео из нашего дня. И показывать вам, чем же мы занимаемся целый день. А на этом я сегодня прощаюсь. Буду ждать приготовления нашего ужина. Покажу вам, что у меня получилось. И на этом говорю всем пока. Увидимся в следующем видеоролике. Я как старый забор. Развалилась. Приятного нам аппетита. Теперь точно. Пока. Пока.